Осень – самое аварийно опасное время на дорогах. Чтобы предотвратить трагедии, сотрудники госавтоинспекции проводят профилактические выезды. Так, с 17 по 20 сентября стражи правопорядка пресекли 158 нарушений в Березняках. Четыре водителя попались пьяными за рулем, девять человек выезжали навстречу. Еще 23 человека использовали тонировку, а девять водителей не предоставили преимущества пешеходам. Подробнее о дорожной обстановке в патрульной рубрике расскажет моя коллега Алина Багрянская. Алина, приветствую! Всем добрый вечер! Минувшая пятница принесла неприятности сразу трем березняковским автолюбителям. Примерно в половину шестого вечера по улице Пятилетки в районе дома номер 101 водитель Шкоды не справился с управлением. Выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Нивой. В результате столкновения автомобиль отбросила на позади идущую Газель. В ДТП пострадало только железо. Отмечу, что всего за выходные на территории Березняков зарегистрировали 7 ДТП. Все, к счастью, без пострадавших. В связи с неблагоприятными погодными условиями, госавтоинспекция обращается к водителям с просьбой быть внимательнее на дорогах. А вот в Перми две женщины попали под трамвай. Пешеходы получили травмы в ГУМВД по Пермскому краю рассказали, что все произошло 18 сентября в 3 часа дня. Трамвай двигался по улице Революции в направлении Куйбышева. В районе дома номер 47 общественный транспорт сбил двух женщин 38 и 59 лет. По предварительной информации, они переходили проезжую часть улицы Куйбышева по пешеходному переходу, однако на запрещающий сигнал светофора. Обе получили травмы головы, их отвезли в больницу. И закончу еще одной криминальной историей из краевой столицы. Накануне там озвучили приговор 40-летнему шоплифтеру. Мужчина вынес из гипермаркета товар на полсотни тысяч рублей. Что интересно, брал исключительно станки для бритья. Дзержинский мировой суд обвинял местного жителя в семи эпизодах по статье «Кража». Все преступления злоумышленник совершил в июле текущего года за две недели. Шоплифтер скручивал отверткой антикражный бокс и прятал кассеты под одеждой и спокойно проходил через рамки, минуя кассиров. Вора вычислили с помощью видеокамер, установленных в магазине. Сотрудники службы безопасности задержали подозреваемого с поличным при очередной краже кассет для бритья. Мужчину передали сотрудникам полиции. Сейчас известно, что пермяк уже возместил потерпевшей стороне половину от суммы причиненного ущерба. Суд приговорил его к 280 часам обязательных работ. На этом сегодня закончу. Коллеги, продолжайте эфир.